Теперь обо всем по порядку. В Петропавловске прошло третье заседание регионального совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата Североказахстанской области. На встречу приехали около 200 человек. Самая многочисленная делегация из Китая. Они подписали с североказахстанцами два меморандума. Один о строительстве индустриального парка на общую сумму 65 миллиардов тенге, второй об увеличении товара оборота. Ольга Файзулина расскажет подробнее. Мед, алкоголь, строительные материалы. Выставки североказахстанской продукции приняли участие более трех десятков компаний. Каждая подготовила планы развития и презентацию своих возможностей. Североказахстанский государственный университет рассказывает гостям о своих проектах в сфере сельского хозяйства, медицины и IT. В Северном Казахстане активно развиваются промышленность и производство продуктов питания. В Амлюцком районе в крестьянском хозяйстве Аркалык в месяц продают 4000 литров кумыса. Говорят, могли бы и больше, но для этого нужно увеличить поголовье дойных кобыл. Сейчас их 40. Менеджер Гульнара Саутова надеется, их проект заметят инвесторы. Продается по Северному Казахстану, потому что также мы вывозим его в Россию, в Омск тоже у нас там есть свои продукты. Наша реализация этого Камаза. Спрос у нас хороший, большой. Начать выгодный бизнес можно в любом районе Североказахстанской области. Акимы рассказывают инвесторам о преимуществах. Айртауский славится своей природой. Здесь большой туристический потенциал. Есть перспективы и для недропользователей. В районе крупное месторождение самого крепкого камня – габрадиорита. Его используют для облицовки зданий. В Акаинском районе предлагают вложить деньги в животноводство и рыбное хозяйство. Кстати, наш регион на первом месте в Казахстане по количеству озер. Их более 2000. Хорошая площадка для развития туризма – Есельский. Озеро Большой Тарангул ежегодно привлекает тысячи отдыхающих. Много среди них россиян. Районный Акимат готов предоставить участки и подвести коммуникации. Есть и другие предложения. Вложить деньги в расширение элеватора в Заградовке, поставить ветрогенераторы. Наш район в Североказахстанской области считается наиболее перспективным для установок ветроустановок для выработки электроэнергии. У нас уже заинтересованность. Это есть специальный перечень, утвержденный правительством района, региона, где это будет поддерживать. Третий секретарь посольства Литовской Республики в Казахстане Адам Аздавалга с интересом следит за развитием нашего региона. Ищет новые контакты для расширения сотрудничества стран. В первую очередь, конечно, бизнесу. То есть, перетянуть инвестиции со стороны Литвы и попробовать помочь выйти казахстанским предприятиям на рынок Европейского Союза. Потому что мы видим себя как окно в Европейский Союз для Казахстана. Нам легко общаться. Есть большие возможности для развития индустрии стройматериалов, легкой промышленности, говорит о Кимобласти. Такие встречи он предложил сделать ежеквартальными. Мы делаем ставку на углубленную переработку всей продукции, которая выращивается здесь, чтобы экспортировать готовую продукцию высоких переделов. Место расположения области находится на пересечении международных железных, автомобильных и воздушных магистралей, крупных трубопроводов. Предприятия машиностроительного комплекса области располагают многопрофильной производственной базой. Третье заседание Совета по привлечению инвесторов собрало около 200 участников из Италии, Австралии, Индонезии, России и других стран. Приехали предприниматели и дипломаты. Инвесторам предоставляется уникальный пакет инвестиционных стимулов. При реализации проектов, приоритетов в секторах экономики – это освобождение от корпоративного и земельного налогов до 10 лет, налогов на имущество до 8 лет, возмещение до 30% затрат на строительные монтажные работы и приобретение оборудования. Самая многочисленная делегация из Китая, компания из провинции Хубы, планирует построить в Петропавловске индустриальный парк автомашин и оборудования под брендом «Каз». Это совместное предприятие в рамках госпрограммы «Нурлыжол». В планах построить полноценный промышленный городок с гостиницей и башнями-близнецами. В Северном Казахстане мы получили огромную поддержку со стороны Акимата области, Казахинвеста и других подразделений. Мы хотим производить машиностроительную технику, обучать персонал, предоставить им жилье. Сейчас на участке начались геодезические работы. Председатель правления китайской компании подписался Кимом Петропавловск, меморандум о создании машиностроительного кластера. Сумма инвестиций – 65 миллиардов тенге. Акиматом города Петропавловска предоставляется земельный участок. В перспективе он будет увеличен до 500 гектар. Как сегодня сказали представители китайской компании, будет создан учебный центр. В перспективе будет создано до 3000 рабочих мест. Что же привлекло китайцев в нашем регионе? Здесь есть ряд преимуществ, считают в национальной компании «Казахинвест». Логистика очень важную роль играет. Плюс ко всему у нас самая недорогая в Казахстане коммунальные услуги. В общем-то, поэтому и рабочая сила также у нас и по Казахстану недорогая, и в сравнении с Китаем тоже относительно недорогая. В первой половине дня Акимы подписали с инвесторами 11 меморандумов. В районе Габита Мусрепова планируют открыть птицефабрику и свинокомплекс, в Таиншинском – предприятие по переработке зерна и производству молока, а в Казалжарском – построить авиационный завод. Ольга Фаизулина, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.